Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале о путешествиях Big Trip Vlog. А мы уже приехали в небольшой город Калкан. Сегодня мы покажем вам нашу виллу, а также сделаем обзор пляжей и прогуляемся по старому городу. Друзья, сегодня мы в гостях у Наталии. Бутик-отель Буква. Сейчас мы вам его покажем, расскажем все красивые места. Давайте немножко, может быть, Наталья расскажет про то, что это за место, что это за отель и в чем его особенность. Чем отличается это место от других? Этот отель коренным образом отличается от всех остальных. То есть, это вилла-отель, бутик-отель на 6 номеров. И уникальность его в том, что это и не отель, так как у вас есть личное пространство и, например, если вы приезжаете со своей группой, то это абсолютно приватная вилла. Также я проживаю на вилле и предоставляю всю информацию и любую помощь в качестве guest relation. То есть, любая помощь в организации туров, резервация такси, резервация ресторанов, экскурсии. То есть, абсолютно разные виды запросов, которые только могут быть. То есть, мы полностью в этом нашим туристам содействуем и полностью предоставляем информационную поддержку. Всего 6 номеров, как уже сказала Наталья, и они все отличаются. Сейчас мы некоторые из них посмотрим и еще прогуляемся по территории. Так, что это за номер, расскажите. Сейчас мы с вами находимся в семейном номере. То есть, этот номер состоит из двух комнат. Это гостиная, совмещенная с мини-кухней. То есть, гостиная у нас находится в диван на двоих. И также кресло, которое тоже раскладывается и тоже вполне комфортно на нем спать для ребенка или для взрослого. Небольшая такая зона, скажем так, обеденная зона для перекуса. И мини-кухня. Гардероб, сейф, халат, тапочки. То есть, абсолютно любые удобства, которые только могут понадобиться. Все есть, в принципе, в каждом номере. Здесь у нас душ и спальня. Спальня с кроватью king size. Очень удобный ортопедический матрас. Очень высокого качества постельное белье. Все в таких красивых бирюзовых тонах, да? Мы выбрали такие бело-бирюзовые, да, тона светлые. И такой минималистический стиль. И номер также у нас с видом на море. Самое прекрасное в этом то, что вы можете проснуться, сделать себе чашечку кофе и любоваться прекрасными видами из вашего номера. Посмотрели мы один номер, а сейчас мы находимся в лобби. Здесь можно... Из-за инстазона настоящая. Да, можно попить чай, кофе. Очень красиво все. Давайте покажу поближе. Такая плетеная мебель. Очень красиво. Я жду, когда Кирилл освободится и сделает мне красивую фотографию. Смотрите, сейчас находимся на втором этаже. И прямо под нами бассейн. И вот такая вот красота. На втором этаже, помимо такой лаунж-зоны, располагается зона обеденная, где мы с вами будем завтракать. Об этом чуть позже. А сейчас спускаемся вниз, где располагается бассейн. И покажем вам наш номер. Сейчас мы находимся на первом этаже этой виллы. Всего здесь четыре этажа. Первые три этажа сдаются для гостей. Имеет два номера на каждом этаже. Всего шесть номеров. А здесь располагается такой большой красивый бассейн. Он не настолько большой, насколько красивый. А также наш номер тоже находится на первом этаже. Но обо всем по порядку. Здесь очень приятные запахи. Все сделано в таком стиле. Бирюзовые тона. Такая кровать. Стульчики. Мини-кухня. Причем здесь у нас есть и холодильник. Также есть ведро для хранения. Специальные ящички со всеми приборами. Небольшая кофемашина. Кофе, чай, яблочки. Также, конечно, здесь есть кондиционер. И давайте пройдем в ванную комнату. Для начала заглянем в шкаф. Вот такой большой шкаф. Сейф, фен, халаты, полотенца. Ну и ванная комната тоже очень красивая. Раковина, зеркало большое. Санузел и душевая. После завтрака наконец-то пришло время прогуляться. Сейчас мы спустились вниз до пляжа Калкан-Бич. Сейчас мы его видим с высоты. А сейчас подойдем к нему поближе. Покажем и расскажем, как доехать, как добраться до старого города. Все, идем на территорию. Калкан-Бич-парк. Это не просто пляж Калкан. Здесь располагается еще такая небольшая зона с кафешками. Сейчас мы пройдем через территорию Калкан-Бич-парк. И покажем вам, как добраться в старую часть города морским путем. Проходим мимо зоны ресторана и спускаемся к пляжу. Смотрите, как здесь красиво. Лежачки, зонтики, пляж галечный и цвет воды потрясающий. Ребята, мы сейчас спустились вот из этой виллы. Вот там где три виллы, наши посередине. И мы по дорожке аккуратно спустились, спустились, спустились. Попали на Калкан-Бич. Здесь такая красота. Дальше идут другие различные пляжи. Я думаю, сегодня что-то вам из них покажем какие-то. И сейчас мы направляемся к лодочке, которая курсирует каждые полчаса и перевозит вас морским путем на ту сторону в основную часть города. Пока я сидела на камушке, ждала катер, Кирилл решил искупаться, охладиться. Для него эта погода жаркая. Сейчас узнаем, как ему вообще водичка. Ну и, собственно, пока вот заходил в воду, я увидела, что едет катер и позвала его. Сейчас Кирилл будет подниматься и мы поедем в старую часть города. Как тебе водичка? Как твое купание? Ну, водичка прекрасная, красивая. Заход, правда, не очень удобный на самом деле с этого понтона. Но все равно мы стояли-стояли, решил освежиться и сразу катер подошел, поэтому пришлось обратно выплывать. Вот такая 10-минутная прогулка на лодочке с одного берега на другой и это совершенно бесплатно, безвозмездно, то бишь даром. Мы уже вышли на лодочке старого города. Как известно, Калкан в древние времена принадлежала к территории Греции. Но со временем турки завоевали это место и сохранили архитектуру, которую здесь обустроили греки. Вокруг белые и синие краски, свойственные Греции. Красивые магазинчики с сувенирами, кафешки, рестораны, розовые цветочки. Все очень миленько, уютненько. Мне хочется зайти в каждый магазинчик, потому что здесь столько всяких интересных сувенир. Все красивы, как будто бы это словно хендмейт. Это не просто магазин украшений, а целое произведение искусства. Здесь многие скульптуры сделаны из проволоки. Посмотрите только. Прогулялись по этим улочкам, воодушевились, настроение такое хорошее. Очень приятная атмосфера и сейчас мы идем на пляж. Да, спустились немного пониже. Здесь уже видим пляжную зону впереди, здесь такая набережная. Здесь уже располагаются в основном кафешки. В отличие от городка Турунч, из которого мы сюда приехали. Кстати, чуть попозже расскажем, как именно мы сюда добирались. Здесь очень много магазинчиков хендмейт. В Турунче все же больше продают товары известных брендов, а здесь очень много интересных поделок различных. Не подделок, а подделок именно. Пришли мы на так называемый общественный пляж в Калкане. Самый популярный, самый большой. Солнечно, красиво. Здесь такая крупная галечка. Лежаки, зонтики к вашим услугам. Ребята, сейчас начало октября, но находиться на этом пляже без лежака с зонтиком просто невозможно. Солнце настолько сильное. Что же здесь творится в июле, в августе? Это просто пекло. Мы, конечно, всем всегда рекомендуем сезон именно сентябрь-октябрь. Но чтобы было так жарко, мы не ожидали. Сейчас идем купаться. Немного неудобно спускаться из-за камушков, но ничего. Здесь такая большая грудная галька, но и цвет воды, я не знаю, его просто не описать. Он такой красивый, прозрачный, чистый. Я почти готова. Водичка приятная. Кстати, она теплее, чем в городе Турунч. Поэтому все, я готова купаться. Вот такие здесь крупные-крупные камни. Такая галька. Заходить, конечно, трудно, но зато море. Море шикарное. Немного вам расскажем о том, как добирались из города Турунч до города Калкан. Вообще никаких проблем не возникло, потому что в Турции очень удобное автобусное сообщение. Получилось так, что мы ехали на трех автобусах. Сначала из Турунча в Мармейс минут 40-45. Потом мы сразу же сели на автобус до Фитхье. И потом, опять же-таки, нам повезло, мы сразу же пересели на третий, последний автобус из Фитхье. До Каша он ехал, но мы вышли в Калкане, да. То есть мы ехали где-то часа полтора. По финансам можно сказать, что это все нам обошлось примерно 70-75 лир с человека все эти три автобуса. И примерно мы ехали пять часов. Да, но это вообще было не сложно, потому что мы вообще нигде не ждали. Мы сразу приезжали и садились в другой автобус. И все автобусы было понятно, удобно. Поэтому не бойтесь передвигаться по Турции либо на автобусе, либо арендуйте машину. Если нет какой-то информации в интернете, просто приезжайте на автовокзал, там вам все подскажут местные. Сейчас гуляем, взяли мороженое местное, используем молока, посыпали фисташкой, здесь и пишут шарик. Сейчас мы вернулись уже обратно на причал, ждем нашу лодочку, чтобы переправиться обратно к нам на наши пляжи. Узнали, что куртирует не только лодочка из Palm Beach, но также и соседних пляжей. То есть с каждого пляжа возят всех желающих на другой берег. Но мы сейчас дождемся нашу желтенькую Palm Beach, поплывем обратно. Мы уже переплыли на лодочке на другой берег и решили вам показать такой пляж, который называется Zest. Но это Zest Beach Club, то есть здесь по прибрежной зоне располагаются различные территории с пляжами, с beach clubами. И вот один из них Zest. Сейчас зайдем внутрь, покажем вам его красоты. Здесь есть такая красивая обзорная площадка. Только заходим и смотрите, какие виды здесь открываются. Скамеечка, море. Да, нереальный опять цвет воды. Все видно, все, что там находится. Все рифы красивые. По всему побережью располагаются такие пляжные клубы различные. И вот один из них Zest. Мы уже спустились вниз. Сейчас нам проведут небольшую экскурсию по этому beach club. Посмотрим. Смотрите, проходим бассейн такой большой, красивый. Спускаемся вниз к морю. Здесь можно расположиться как в зоне бассейна, так же и у моря. Территория огромная, просто огромная территория. Бассейн, всякие столики красивые, лежаки. Мы расположились на лежаке. Стоимость входа в этот клуб стоит 50 лир. Взяли себе напитки и сейчас будем купаться. Ребята, как я уже говорил ранее, начало октября, но солнце шпарит просто. Фу, просто нереально. Очень жарко. Сейчас мы решили подняться опять наверх. Здесь такая огромная фигура коня. Видимо, это какой-то символ этого места. Ну и вот, мы подошли к бассейну. Томочка пробует окунуться в бассейне. Она не морская, но я не знаю, это не почувствует. Ну вот, маленькие любители пляжного отдыха нам рассказали, что бассейн сделали для тех, кто боится купаться в море, потому что есть морская вода. Ну что, пора тоже залезть внутрь. Кирилл говорит, что он тоже хочет быть в камере, но пока мой эфир. Короче, я думаю, что это не только сделано для людей, которые боятся искупаться в море, но и в первую очередь для детей, для которых опасно спускаться по понтону в открытое море, где рифы, где вообще тяжелый спуск. Поэтому в первую очередь, я думаю, это сделано для детей. А еще этот бассейн достаточно глубокий, потому что я даже не достаю до дна. Ну, может быть, с той стороны он поменьше, но здесь очень глубоко. Ну, это на самом деле для нас плюс. Вернулись мы обратно к лежаку с видом на море. Хотим немножко дополнить, сказать, что этот пляжный клуб работает с 9 утра до 8 вечера. И за стоимость 50 лир человека также здесь будет включен лежак, зонтик, полотенце и даже, по-моему, бутылка с водой. Тут есть несколько зон, где вы можете искупаться, то есть не один понтон, а их несколько. В воде тоже есть такие понтоны, с которыми можно прыгать, веселиться. В общем, все для вашей водой. Несколько спусков в воду, в само море. Сейчас, кстати, мы туда с вами и направимся. Также по всей территории располагается душ. Можно принять душ либо после бассейна, либо после моря. Ну, и вот такие здесь спуски, спуски понтоны, такие лестницы в воду. Все, ребята, мы уже на самом верху, на обзорной площадочке, откуда открывается вид на этот пляжный клуб Зест. Видим отплывающую лодочку, которая здесь также курсирует со старого города. Нас немного разморило, мы такие уже вялые, потому что целый день на солнце. Посмотрели такие красивые пляжи, посмотрели красивый город Калкад. И если вам это все понравилось, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наши социальные сети. Не забываем, ребята, социальные сети, инстаграм, фейсбук, мы тоже там. Всем пока! Пока-пока! Пока!